Вы смотрите отзыв об отеле Woodlands Hotel & Resort. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником D12, который был в нем в 2012 году. БКК Самуи, Панган, Тао ПТТ, Сием Рип, Самет ПТТ, БКК, Лето 2012, Часть 7, Паттайя. Начало рассказа тут. Я решила отзыв по ПТТ не писать, но что можно про нее рассказать? Все уже на 300 раз пересказано. Оформлю этот заключительный кусочек как отзыв об отеле Woodlands. Если кто-то жил в районе дельфинов, а точнее в трехминутной доступности от этого фонтанчика, тот меня поймет. Расположение. Супер удобное. Даже говорить больше нечего. Жили на втором этаже. Отель имеет два бассейна, один большой, но мелкий. Для ребятишек самое оно. Второй поменьше, но глубокий, самое оно для меня. Вся инфраструктура в наличии. Массажные салоны, аптеки, кафешки, 7 дробь 11, фруктовые макашнице и просто макашницеи, такси, тукеры, естественно и прочие номер. Супериор, не очень большой по площади, зато удобный. Весь фарш в наличии, это если кого интересует мыло шампуни, халаты, тапки, зонты, чай, кофе также в наличии. А вот завтраки в Бугленце просто отменные. Сменив 11 отелей за одно путешествие, это были лучшие. Я не стану перечислять все, что там подают, просто скажу, от сырокопченой колбасы до тортов. Приходя на завтрак, не торопитесь наливать кофе из чайничков, хотя они есть. К вам подойдет официант, и в зависимости от того, какой хотите, кофе принесет его минут через 5. Капучино нереально вкусный. Свежесваренный. Уборка обычная, чаевые, как привыкли. Оставляли по 20-30 бат. Депозит 100 батсов. Без нареканий при чек-ауте все вернули. Сейф в номере. Отель очень зеленый селом, весьма приличной территорией. Очень удачный телевизор с входом для флешки. Причем этот вход, находится возле зеркала и тройной розетки. Если не знать, можно и не заметить. После суток проживания к нам присоединилась Эвика, Ник, со своей дочерью. Вот тогда мы и оценили всю прелесть USB-шного входа. Флешку в стенку вставляешь и можно уходить. Ребенок минимум на 8 гигов прилип к телевизору. Съездили на Квай, не понравилось. Все-таки сказывается не сезон. Дождик пасмурно, сплав ни о чем, да и чего я там не видела за три раза. Фото в Удлендсе. Ресторан. Лобби чуть не забыла. Вай-фай берет только в лобби или на ресепшн, больше нигде. Ресепшн. Квай. В последний день мы покидали отель, Женька переселялась в Харт-Рок. А мы уезжали в Бангкок, так нами любимый Сильер Голдгарден. За прошедший год с отелем произошли серьезные изменения. Рынок остался на прежнем месте, но если год назад рядом стоял только меленький Тиско Лотус, то сейчас, притык к нему уже находится и Биг Си и 7 Дроп 11. Три магазина и рынок вокруг одного отеля. С ПТТ брали такси. 800 бат до АТ, в Суварнабуме нам было рано, но у нас же трансфер бесплатный. Доехали до аэропорта, встретили наш чудный мини-вен, он все время там пасется и через 10 минут были в отеле. Категорию номера нам сменили, вместо стандарта поселили в делюкс, на первом этаже. Подозреваю, что причина тому, отсутствие желания став упереть наши пожитки на 4 этаж, отель же не имеет лифта. А после 42 дней отпуска наши пожитки увеличились ровно вдвое. Зимой мы жили на четвертом, а вот летом на первом. Номер, понятно, втрое больше. Все, что касается отеля, отчет под моим ником. Завтраков нет, депозита нет, но зато трансфер бесплатный рынок с дешевыми фруктами, и магазины рядом, и цена 600 бат за ночь. Ну и все на этом. Пока. Отчет-то точно не последний. Как и путешествия. Благодарю всех, кто дочитал до конца. Всем удачи и отличного отдыха. С уважением. Ирина. В описании к этому видео есть ссылки и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok